Петербургский дневник Мой взгляд, вот через снега России, задача для супермена. А Бенджамин Роджер Уилсон и его двухколесный друг в пути уже более шести лет. Они повидали острова Индонезии, дороги Китая, степи Монголии и 40-градусные морозы нашей необъятной родины. И вот он, наконец, доехал до Петербурга. Итак, встречайте, в нашей студии Бенджамин Роджер Уилсон, путешественник, прямо на своем двухколесном байке въезжает в студию. Привет, Бенджамин. Привет. Здравствуйте, познакомьтесь. Пойдем с seat, пожалуйста. Вот, даже не знаю, вот хочется рассмотреть вот этот байк вблизи. Я очень хочу видеть этот байк. Какой-то потрясающий велосипед, который, на мой взгляд, как раз-таки создан специально для бездорожья. Да, на самом деле я сам сконструировал этот велосипед для всемирного путешествия, так что он очень крепкий. Если говорить о вашем увлечении, то когда оно появилось, когда оно зародилось? When did it begin? At what time? Well, I started this journey in December 2006. I left Melbourne, Australia. But for several years before that, I've traveled by bicycle in various parts of the world. Именно это путешествие я начал в декабре 2006 года. Я стартовал из Мельбурна, Австралия. Но еще за много лет до этого я путешествовал достаточно много на велосипеде. Ну, вообще, я могу сказать, что я очень люблю сам велосипед, и у меня дома такой, я бы сказал, очень крутой карбоновый байк. Но отважиться на такое путешествие я, например, не смог бы. Вот у меня вопрос, вот что все-таки подтолкнуло к такому кругосветному, если можно так сказать, путешествию? What was the incentive for such a round-the-world trip? What was the incentive? What pushed you to do it? I think I had several reasons for why I wanted to do it, but the main reason was I really wanted to go on a big adventure, and this was the biggest adventure I could think of, going around the world. Причин на самом деле было несколько, но главное это то, что я мечтала о большом приключении, и это именно такое большое приключение, о котором я мечтала. Ну, это заслуживает уважения в первую очередь, а во-вторых, я, конечно, хочу спросить, вот в связи с этими передвижениями, с такими и долгими, и трудными, на что вы живете? Я работал до того, как начать первую часть своего путешествия, это было из Австралии, в Японию. И к этому я готовился где-то около года. Когда приехал в Японию, деньги кончились. Я когда приехала туда, у меня оставалось где-то 200 долларов, так что мне пришлось остановиться, устроиться на работу, и я проработала где-то 3,5 года с тем, чтобы снова накопить деньги на дальнейшие путешествия. Если говорить о вашей специальности, то вы разнорабочий? Да, я занимаюсь графическим дизайном. Ну, это такая высокоуплачиваемая, на мой взгляд, специальность. В общем, в принципе, можно заработать на несколько лет вперед для того, чтобы путешествовать по всему миру. Думаю, да, но работу за границей найти нелегко. Поэтому я еще и преподавал английский язык в Японии, в японских школах. Ну, мне кажется, вы похожи, знаете, больше на такого миллиардера, которому надоело вот это светское общество, и который решил бросить все и отправиться вот в такое путешествие. Думаю, на самом деле это не так. На самом деле я не богатый, тем и хороши путешествия на велосипеде, что они недороги. Живу я в палатке, и те деньги, что я трачу, в основном я трачу их на еду. Если говорить, вот вы наконец-таки доехали до Санкт-Петербурга, до самого, можно так сказать, самого красивого северного мегаполиса вообще в Европе. Как вы его нашли? Как, я имею в виду, понравился ли вам ваше первое впечатление? Это великолепный, замечательный город. Это один из тех городов, где куда ни посмотришь, везде красота. И когда я приехал в Питер, я не знал, с чего начать. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет из ваших путешествий. Внимание на экран. Это очень потрясающе, это фантастическое. Я не знаю, как я могу путешествовать из Австралии в Санкт-Петербург? Спасибо. А, ну, меня просят перевести, что я сказал, на самом деле, что это действительно фантастически. И для... я не представляю, как можно отправиться из Австралии в Санкт-Петербург на велосипеде. Это... это вот где? Это татарский пролив с Сахалина на главную землю. Я проехал по льду моря. Это в Монголии. У меня сразу вопрос, кто же вас снимает? Я вопрос. Кто снимает тебя? Я снимал себя. Я собираюсь сделать документальный фильм о моем путешествии. То есть это будет какой-то в конечном итоге фильм... А какого хронометража? Сколько минут? Я думаю, это будет сериал. Ну что ж, вот на такой вот оптимистической ноте. Я всем советую, лето накануне. Давайте все садитесь на велосипеды и отправляйтесь в кругосветное путешествие. Спасибо большое за то, что два часа провели с нами в нашей компании. Это была программа «Петербургский дневник». Всего хорошего. А я сейчас воспользуюсь случаем и уеду на велосипеде. Субтитры подогнал «Симон»